Вся информационная политика Донбасса строилась за счет либо государственных СМИ, которые контролировала правящая партия, либо контролировали местные олигархи. Таким образом, жители Донбасса не могли рассчитывать на получение объективной информации, как говорится, из первых уст, и любая информация, которая подавалась им, она подавалась с определенным подтекстом. То есть, по сути дела, мы имели дело с очередной совершенно конкретной разновидностью пропаганды, которая таким образом зомбировала телезрителей, зомбировала потребителей и впоследствии приводила к тому, что они совершали какие-то неверные выборы, то есть в социальной сфере, в сфере политической и так далее. На текущий момент у нас есть замечательная альтернатива к громадской телебачине, где простые люди рассказывают простым, доступным языком, в прямом эфире, без цензуры, без всевозможных, я не знаю, каких-то таких вот моментов ангажированности, рассказывают о том, что происходит. Это самый оперативный способ получения информации, это самый честный способ получения информации. Поэтому я прошу вас, дорогие друзья, при наличии возможности оказывайте постоянную помощь громадскому телебачу и Доничину.